Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Что делать, если в человеке творчества настолько много, что оно просто фонтаном бьет? Ответ узнает Елена Малькова. Она говорит, что нужно дарить прекрасное всем балаковцам. Именно благодаря стараниям этой мастерицы детский парк превратился в сказочный уголок, а по соседству в музее славянских суеверий поселились необычные существа. «Творчества мало не бывает» – таков девиз Елены Мальковой. Когда у нее рождается очередная необычная идея, она, не стесняясь, идет в нужную ей организацию и предлагает реализовать проект. Так она оказалась и в комбинате благоустройства. Просто пришла и предложила сделать забавные скульптуры в детском парке, чтобы он хоть как-то оправдывал свое название. Сначала были грибочки, а затем начали появляться сказочные персонажи. И хотя раньше Елена такие элементы не делала, желание творить победило все сомнения. «Интернет нам в помощь. С ним мне гораздо легче стало. Там все расписано, как сделать, что сделать. Поэтому сначала изучила по интернету пропорции, как правильно делать, каркас делается. Но это уже все в процессе. Ломаю, делаю». Елена с детства не представляла свою жизнь без творчества и всегда искала новые формы. И даже не закончив художественную школу, мастерица преподавала рисование в сельской школе. «Сюда приехали уже, я восьмой класс пошла. Поэтому вроде бы школу художественную. Идти уже поздно. И поэтому все своим умом доходило». Сейчас ее увлечение – скульптуры. Их Елена делает из ортобетона, добавляя в цемент плиточный клей и другие необходимые ингредиенты. Создание каждой фигуры – дело трудоемкое. И на помощь мастерице приходит коллега Евгений, который делает каркас будущего сказочного персонажа. «Трубу уставляю. Все по фигурации. Ноги, руки привариваю. Сеткой обматываю. Ну и черновой слой я закладываю. А тут Леночка уже все сама делает». На изготовление некоторых скульптур у Елены уходит неделя. Но на более сложные мастерица может потратить и месяц. В течение суток фигура застывает, за неделю набирает крепость. Одновременно идет изготовление нескольких персонажей. Кто украсит детский парк, решает целая комиссия, которая всегда отдает предпочтение добрым героям любимых сказок и мультфильмов. Пока это просто набор железяк, но совсем скоро новая скульптура появится в парке. И это будет всеми любимый – Чебурашка. Сейчас аллея в детском парке – любимое место отдыха детворы. У каждого малыша уже появился свой любимый персонаж. «У меня внучка 4 года. Вот она очень Винни-Пуха любит, все время не умеет пробует. Вчера иду, мальчик года два подошел, клопку обнимает». В этом же парке, в историческом здании, есть еще один уголок, созданный руками Елены Мальковой. Это музей славянских суеверий. Между прочим, таких в России всего два. «Если мы чего-то не видим, не факт, что этого нет. В нашей мифологии очень много духов, лихо, одноглазые, всякие беды. Я собираю только положительных персонажей. Вот здесь у нас расположились домовые, большая стена с домовыми. Домовой – это своеобразный сгусток энергии. Значит, если в доме все положительно, домовой подпитывается положительной энергией. Если дома ругаются, непорядки, то и домовой будет злой». Этот небольшой музей появился так же, как и парковые фигуры, благодаря желанию Елены творить. Тогда она отправилась со своей идеей к руководству Дворца культуры и, получив одобрение, начала готовить экспозицию. Папье-маше, текстиль, быстро застывающий пластик. На изготовление кукол шли разные виды материалов. В течение года в музее появились герои славянских мифов. Знакомые и такие, о которых многие даже не слышали, каждый со своим характером. «У меня домовой живет в богатом доме, он лохматый весь, такой волосистый, страдает клептоманией. Не знаю, как у вас, у меня часто пропадают ложки и иголки». Есть у Елены и свой любимый персонаж – старушка-дрема. «Наступает ночь, она просачивается в окна и двери, дует деткам глазки, глазки закрываются, детки засыпают». А для Елены Мальковой ночи – это время полета фантазии. Именно перед сном она придумывает новых героев. Очередная идея и мечта – это зоопарк из скульптур. Только животные в нем должны быть экзотические – слоны, жирафы, страусы. А еще хотелось бы дополнить сказочный городок фигурами красной шапочки и волка. В общем, планов у мастерицы много, и благодаря им наш город станет еще краше.